Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Между прочим ДимаTorzok 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 Какое? Голос. Вы робот? Нет. Я голос. Чей, черт побери? Ваша Анфиса. Ваш внутренний голос. Тот его диапазон, который вы порой не хотите слышать. Почему надо слушать голос, выбранный по принципу случайных чисел? Вам достаточно лишь сказать, и я замолчу. Мне положить трубку. Да? То есть нет? То есть я не знаю, мне надо подумать. Мой номер на дисплее вашего телефона. Ошиблись номером, да? Отчего ты трубку сразу не пронесла? Не знаю. Голос такой приятный, мужской. Угу. Ну точно, медуза, горгона. Ну тебе же предлагали стрижку сделать. Может мне потяжку лица еще сделать? Ну а почему бы и нет? Эль, ты издеваешься при моей зарплате? Слушай, а ты зарабатывай больше, кто тебе мешает? Ой. Я же не массажистка. Или мне на панель пойти? На панель тебя с твоими принципами не возьмут. А принципы я менять не собираюсь. Ты хотя бы сначала очки поменяй. На что? На телеконовую грудь? Нет, для начала на контактные линзы. Здравствуйте. Меня нет дома. Вы можете оставить свое сообщение после сигнала. По возвращении я вам обязательно перезвоню. Спасибо. Привет. В общем, я уезжаю за гранкомандировку. И, очевидно, надолго. Алименты перевел на Колькин на капитальный счет в Сбербанке. Заезжал проститься, но лад не застал. Ладно, пока. Пока. Ветер с востока. Желтый антарь. Ух ты, какое. Сны. С Ивой плакучи. Сестрами мы. Алло. Алло, здравствуйте. Это Анна. Анна? Ну, то есть Анфиса. По паспорту я Анфиса, но меня все называют Анной. Кроме мамы. Мама меня назвала Анфисой, потому что так ходила ее мама. Моя бабушка. Она у меня Белагея, бабушка Аглая. Я Анфиса. В общем, не семья, а какой-то старообрядческий скид получается. Не правда ли? Ну вот, а я пошла в школу, и меня стали дразнить Анфиса-крыса. И вы решили стать такой, как все, поэтому выбрали самое распространенное имя. Да. Слушайте, наверное. Я пришла в другую школу, мама перестала сопротивляться, да и я сама как-то привыкла к Анне. Только одному мальчику я разрешала называть меня Анфисой. Просто потому что у него это получалось как-то очень нежно. Вам жаль своего настоящего имени? Не знаю, я не думала об этом. Ну, а о том, что если бы вы оставались с Анфисой, вы прожили бы совсем иную жизнь? Какую? Хуже или лучше? Свою. Только не говорите мне, что не поздно, начать все сначала. Это было бы обманом. В одну реку нельзя войти дважды. Значит, мой шанс уже укушен. Вы ведь так не думаете? Иначе не позвонили бы мне, не пошли бы в салон красоты и не лежали бы сейчас у ванной с косметической маской на лице. economically бы себе и орель. Вы где? Не пугайтесь. Просто я слышу, как течет вода. Ее излишки периодически удаляются через слитное отверстие. А маска? Это. Ваша дикция немножко изменилась по сравнению с тем, как вы разговаривали в парикмахерской. Губы словно стянуты чем-то. Я в самом деле начинаю вас бояться. Не бойтесь. Я должен слиться с вами. Стать вашим вторым я. Раствориться в вас так, чтобы в конечном счете вы перестали меня замечать. И что потом? Потом. Я просто исчезну за ненадобностью. Боже, как все глупо. Все? Все. Собаки, племя. Проникающий в тебя голос, при котором стыдно лежать даже в собственной ванной. Даже сын видит меня насквозь. Я как идиотка использую последние дни своего бабьего лета. Потому что потом наступит холода. А там вообще уже ничего не будет. Вам пора. Доброе утро. Спасибо. Совсем не снился. В день рождения. В день рождения. В следующий раз на этом месте, чтобы висел его в ряд с новым. Сергей. Коша, рад тебя видеть. Купил твой новый сборник. Замечательный. Замечательный. Спасибо. Ну, где тебя носит? Извини. Ну, что ты с собой сделала? К чёрту! Пойдём! Здрасте. Чёрт, а? Чего, нет их? Нет. И связи с ними нет. Что делать? Спокойно. Не будем же мы здесь как дура стоять. Девушка, которая из них юбилеар. Этот? За мной. Па! Боже мой! Спасибо. Сколько лет! Сколько зим, мой дорогой! Поздравляю! Поздравляю! Ждём! Ждём ваших новых открытий. Егор, к сожалению, задерживается. Побежал за подарком. Спасибо. Очень рад. Спасибо. Прошу к столу. Да, познакомьтесь. Моя близкая подруга Аня. Между прочим, ваша большая поклонница. Поклонница? Я вас поздравляю. Очень хорошо вы видите сегодня. Да. От меня. Маленький свинирчик. Интересно. Можно взглянуть. Это, что я не знаю. Вот это да! Зампанки. Ну такого мне ещё никто не дарил, а! Нина, посмотри, какая прелесть! Для настоящих джентльменов намёк понятен. Спасибо, спасибо. Ну, всех прошу к столу. Спасибо. Нина, а в очках — это кто? Поклонница, надо знать, Серёжа. Думаю, подруга той, что без очков. А без очков кто? Слушай, про какой намёк его жена сказала? Что будут пить, милые дамы? Водка, вино, коньяк. Лично я буду водку. А, я вино. Спасибо. Так. Спасибо. Позвольте, я за вами поухаживаю. Оба вам бесконечно признательны. Ммм, какие чудные духи. Неужели красные москва? Это не от меня. Это не от меня. Дамы и господа, леди энд джентльмены, прошу минутку внимания. Для кого-то наш сегодняшний юбиляр ученик, для кого-то учитель, для кого-то просто коллега, но для большинства он одноклассник, так сказать, однокашник. Наш необыкновенный друг, Серёга по прозвищу Эдисон. Успехом, которого мы радуемся, как своим собственным. За Серёгу! Улыбайся, ты не на поминках. А вы с Серёжей вместе в институте учились? У нас с ним общие интересы. Рыбалка, охота. А, да, простите, я забыл представиться. Меня зовут Владимир. Очень приятно. Я Эля. Это Аня. Она у нас просто стеснительная. Почему? Очень приятно, Анна Сергеевна. Очень приятно. Ну, что ж, тогда за знакомство. С удовольствием. Спасибо. Вы, надо полагать, студентки нашего юбиляра. Ну, что вы нам льстите? Мы… Лаборантки. Мы на… на кафедре. Да. Даму снять украшение, мужчина поднять руки вверх. Я повторяю. Даму снять украшение, мужчина поднять руки вверх. Друзья, да это не ограбление. А всего лишь поздравления и праздничный фермер! АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, вот и они. Серёга! Тулка двенадцатого калибра! Как ты мечтал! Ах, вы хулиганы! Держи! Она твоя! И что, за этим подарком ты бегал, да? В каком смысле? А-а-а! С юбилеем! С юбилером! Лиз, это Егор. Ты который медик, что ли? Угу. А-а-а! Тигр — это Эдик. А ты меня спросила? О чём? А может, мне не нравится твой тигр? Послушай, тигр — твой. А остальное как знаешь? О-о-о! Привет! Да. А ну-ка, послушайте. А вы где шлялись? Подружку привела? А-а-а! Ну а как же? Вот это девяносто шестьдесят девяносто? Нет. Вон та. Видишь, которая… О-о-о! С Владимиром. Вон та в очках, что ли? Да ну мышь серая. Чё мышь серая? Да ладно. Зато умная. Мне своего ума. Хватает. За метку. Послушай, некрасивых женщин не бывает. Выпьем? Выпьем, выпьем, выпьем. На крыше успокоен. Пошли. Эх! Пошли. Пошли. Пошли! Утром веют, знают, слышу, помню. Вы совсем ничего не едите, Анна Сергеевна. Так недолго и объединяет. Спасибо, я не голодна. Дон, Белый Танец, пойдемте. Прошу прощения. Господа! Господа, мы сегодня говорим добрые слова о нашем друге. Называем его счастливым, талантливым. Называем его наиболее успешным из нас, это правда. Главное, говорим мы все это без зависти. Мы говорим от чистого сердца. И никто не подозревает, что в Сережкином успехе есть какой-то там особенный секрет, и тем не менее он есть, и я его разгадал. У тебя работа такая, секреты разгадывать. Сережкин секрет прост. Он заключается в его постоянстве. И именно благодаря своему постоянству ты, Сережка, и стал тем, кто ты есть сейчас. Любимым мужем, отцом, талантливым учителем. Я хочу выпить за то, чтобы ты и впредь оставался таким же, друг мой. За твое постоянство. АПЛОДИСМЕНТЫ Гениально подмечено тут. Хотя его постоянство более смахивает на ретроград. Пойдемте с вами. Традиции застолья всегда мы соблюдаем. Традиции застолья. Наш кодекс и устав. По первой выпьем сразу. Вторую наливаем. А третью выпьет стоя. И штабский, и гусар. Гусарка. Первый тот за дружбу. А второй за дружбу. Извините, а вы давно знакомы с юбиляром? С детства. А кем он вам доводится, если не секрет? Ну, какой же тут секрет, милочка? Это все знают. Любовницей. Сначала надо было выпить, а потом идти на юбилей. Боже мой. Да руки убери, а. Сумку порвал. Я такая шайная, не дойду я до дому. Завела меня ночка темной. Психопатка. Ну ты че, коза, перебрала что ли? Не-не, я пешком. Все, не могу, больше не могу, не хочу, не могу. Ох, господи, ну что я тебе сделала плохого, а? Чушь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло, Алла! Эй, как тебя там? А? Скрытый диапазон, ты меня слышишь? Слышу. Скажи мне, ты можешь проанализировать такое состояние? Это твой доктор Левин, профессор кислых щей. Он вообще знает, что у меня на душе творится? Для этого не надо быть профессором. Ой, ну прости, пожалуйста. Ничего страшного. Конечно, конечно, ничего страшного. Просто, я просто неудачно съездила на пикник, неудачно купила подарок юбиляру, неудачно вышла замуж. А если все обобщить, просто неудачно родилась на свет. Ну, вам надо поспать. Поспать? А с кем? С тобой? Прости, прости меня, пожалуйста. Понимаешь, меня пошлость затягивает так с болота, а у меня нет сил этому сопротивляться. Попробуйте вернуться назад. В ресторан? Перелистайте книгу своей жизни. Возможно, на одной из ее страниц вы обнаружите рецепт по спасению души. Слушай, может мне просто в церковь сходить, а? Изоп! Нужно сказать. Звучит музыка. Я делаю невероятно. В Dat advis report. Звучит музыка. Надеюсь, вы можете прийти. Смотри, Валерий, Валерий. В А慢, Звучит музыка, Валерий и Валерий, Валерий, Валерийские лба, Вместе с рождением каждого человека на свете появляется его шанс стать счастливым. Он, как светлячок, лежит, притаившись в траве и помекивает. Чушь! Вы просто прошли мимо. Бред! Вы не заметили его. Слушай, голос пошёл ты к чёрту! Ей-богу, лучше бы эти собаки загнали меня в брачные агентства. Я, я с отличием окончила университет. Мне в 23 года прочили блестящее будущее, а я вот иду и с тобой тут разговариваю. Я просто женщина, понимаешь, обыкновенная, маленькая такая, вот без претензий на исключительность, ну какая и есть. Я хочу просто вот каждый день бежать с работы домой, кормить любимого мужа. Я хочу, чтобы у моего сына были новые кроссовки и всё. Понимаешь, всё, немного, правда? Так что не звони мне больше, мессия. Вот давай будем считать, что я не в твоём диапазоне. Прощай! Прощай! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Лохмач машину! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Костя! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Чё? Чё ты там? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК К ходу, лохмач. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Костя! Чё задержался? Споткнулся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господи, я ушиблась. Я ничего не видела. Я никого не видела. Меня там не было. Не было. Господи, где я была? Токси! В ресторан. Какой? Турист. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, Анна! Десерт с вами! Прошу вас. Прошу. Прошу. А я-то думаю, куда это исчезло, наша очаровательная Анна Сергеевна? Голова разболелась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, пожалуй. Зато прогулялась по парку. Там такая удивительная тишина. А подружка, ваша уже ушла. А я знаю. Я ее встретила. То есть как-то встретили. У меня есть тост. В жизни каждого человека при рождении появляется его шанс на счастье. Он маленький, как светлячок. Сидит в траве и омигивает. И не мудрено в житейской суете пройти мимо, не заметить его и даже наступить. Вот вы заметили. Вот до этого я хочу выпить. Спасибо. Хорошо сказано. Спасибо. Не нравится мне все это. В шумном зале ресторан. Средь веселья и обмана. Пристань утомленного поэта. Жена вас не заревнует? У меня нет жены. А кто же эта красавица, которая танцевала? Леночка. Ну что? Дочка нашего юбиляра. Я думал, вы знакомы. Нет. Почему она называла вас Доном? По аналогии с Доном Корлеоновым. Я ее говорю, знаете, Сережка была в Германии, когда она родилась. Я ее забирал из Роддома. У вас чудесная компания. Вы стали замечательным ее украшением. Прошу прощения. Ничего-ничего? Извините. Ничего. Как будешь? Да. Когда? Уже выехал? Хорошо, я спускаюсь. Я прошу прощения, но обстоятельства сильнее меня. Вынужден откланяться. Очарован вами. Вот, не успели познакомиться и уже. А вы дайте свой телефончик. А я с удовольствием приглашу вас на чашку кофе. Пишите. Пишу. Сейчас, забывай все время. Восемь. Пишу. 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 Офис, что там? Все в порядке? Так, спишь. Накрой плоти, надкол. Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты чего не спишь? Господи, мама, как ты меня напугала, но не спится, вот и не сплю. А что тебе вдруг не спится? Мама, мне 36 лет, ты обращаешься со мной, как с девчонкой. У меня все прекрасно. Я была в ресторане, ела, пила, танцевала с кавалерами, вот и не спится. Не груби матери. Я не грублю. Я просто прошу не вынимать из меня душу. А зачем тебе этот альбом? Просто просматривай на сон грядущий. На сон грядущий просматривают книгу. Это ты, мама, просматриваешь книгу, а я просматриваю фотоальбом. Тише, не кричи. Разбудешь ребенка. Мама, я могу делать то, что и я хочу. И встречаться с теми, с кем я хочу. Я все время только и слышу. Надень тапочки, не сутулься и вымой руки. Погоди, вот скоро меня не станет, тогда… Мама, ну не начинай, ну пожалуйста. Что это? Костя Чешков объявился, да? Что? Где объявился? Это он тебя в ресторан сегодня приглашал? Нет. У него уже и след давно простыл. Все забыть не можешь. Ты глупенькая. Да его же тогда направили в какой-то тьму тараканский гарнизон. А ты тогда защищала диплом с отличием. У тебя были такие перспективы. А были ли? Ты не переживай, мам. Ты все сделала для того, чтобы мы не были вместе. Спасибо скажи. А за что, мам? За то, что я не нужна теперь никому? Разведенка с ребенком? А кем бы ты была, если бы тогда настояла на своем? Генеральшей? Видимо, Бог не прощает измен. Не выдумывай. Во мне что-то сломалось. Я перестала быть собой. Сама не своя. Ну, все, все, все. Все. Спать. В 22 часа 15 минут в подъезде своего дома были убиты депутат городского собрания Павел Башлыков и его охранник Артем Саенко. Следствием отрабатывается несколько версий. Основная из них лежит в плоскости профессиональной деятельности Башлыкова. Костя, миленький, что ж ты делаешь? Все. Те, кто угодно. Уважаем. Юридическая консультация. Добрый день, я вас слушаю. Привет, подруга. Ну, куда ты вчера пропала? Так, пошла проветриться. Ань, ну ты чего, обидела, что ли? Ну что ты, какие обиды? Мы с Володей протанцевали до часа ночи? С каким Володей? Ну с Володей. Сидел напротив нас. так 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 ну а потом что мы поехали ко мне кайф да это было в кайф извини подруга ко мне пришли привет ну чё пишет пресса есть проблемы пока нет но могут быть короче чеха опознала какая-то баба это он сам тебе сказал нет я слышал собственными душами а я пока еще доверяю конкретнее когда уехал мэр с башлыка в подъезд зашла какая-то шмар ты предупредил чеха когда башлык уже был на третьем пролете я же не мог все отменить ты же сам сказал решается все сегодня дальше дальше чех выстрелил дал знак я врубил передачу нажал на газ услышал наушник акбатский голос костя я притормозил у подъезда чеха нету все было рассчитано по секунду как она выглядела я в темноте не заметил а ты у чеха не спрашивал ты чё в своем уме чё чеха не знаешь если бы чех просек что я все слышал я бы с тобой уже не разговаривал да здравствуйте здравствуйте а кто это кочевников беспокоит кто владимир мы познакомились вами вчера в ресторане владимир палыч ну конечно же мы с вами так замечательно танцевали да здорово было здорово только расстались как то в попыхах скажите мне анна сергеевна они продолжительно на наше знакомство за чашечкой кофе ну можно попробовать а слабо прямо сейчас вы располагаете временем час обеденный так что да отлично вы не возражаете если я пришлю за вами машину 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 а что хорошо адрес сейчас улица правда 13 юридическая консультация адрес сколько должен лохмач пять штук кажется как договаривались а хочешь получить три раза больше за что того чеха что ли ты чё доля мне уже был чиню кто тебе сказал его мосить он не живой нужен чек свободный человек сделал делаю на дно у него виза шенген а я думаю он еще в городе счеты взял такие как он свидетели не оставляют дай кузнецова она сергеевна да это я мне приказано доставить вас прокуратуру куда кем приказано старшим следователем по особо важным делам кочевников владимир получим лично ах вот оно что а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну да, как соседку Странно Сегодня по всем новостям сообщают А вы ничего не видели, не слышали? А я у мамы ночевала на полевой Потом кинула ребенка в школу и помчалась на работу А там у меня нет телевизора Ну а у меня, как видите, есть Правда, я его чаще использую для просмотра оперативных видеоматериалов Взглянись-ка на экран Это изображение зафиксировано камерой наружного наблюдения банка Который находится через двор от вашего дома Цифры Это время и дата Через две минуты Ваши соседи с четвертого этажа Петровы Возвращаясь домой Обнаружили на лестничной клетке два трупа Башлыкова и его телохранителя Может быть, вы мне подскажете Кто мог выбежать с черного хода подъезда вашего дома И вам не кажется, что эта женщина чем-то похожа на вас? Я вчера вечером была в ресторане Сидела напротив вас Более того, мы танцевали с вами Да, да, я помню, это было здорово Да, но именно в период с 21 часа 20 минут До 22.50 Вас в ресторане не было Я бы хотела проветриваться А есть свидетели вашей прогулки? Конечно, Эля моя подруга Я ее встретила Да, вы вчера мне это говорили Но именно это меня и насторожило Потому что вашу подругу провожал я лично Ну, не совсем провожал Я помогал ей с Егором грузить в такси пьяного Эдика И уехали они значительно раньше Чем вы вернулись в ресторан Ну, как сказал поэт Не надо было мешать водку с вином А почему вы назвались Анной? А чтобы вести следствие в заблуждение А что вы хотите услышать от меня? Куда я вышвырнула ствол После того, как замочила Башлыкова? Ну, может, хватит ерничать Все-таки Человека убили Тогда объясните мне На черта вы меня сто приволокли Чтобы показать вот это вот невнятное видео И высказать свои подозрения Я вам сказала, мне стало дурно Я вышла подышать Потом вернулся в ресторан И кто там бегает у вас по телевизору Я понятия не имею Анфиса Сергеевна Почему вы не хотите говорить? Потому что мне нечего говорить Извините, голова разболелась Я могу идти? Ну что же, идите Пока Я еще думаю, что она спешит Если таберна в одиннадцать закрывается Пьяная? Ну, выпившая Говорила что-нибудь? Не, молчала Оглянулась пару раз и все Во сколько это было? Я думаю, в начале одиннадцатого, наверное У меня в одиннадцать вызов был Я еще на часы глянул Успеваю Опознать ее сможешь? Смогу Ну, такая Волосы светлые В очках Лет Тридцать пять-сорок, может Слушай, Ром О! Ты в каком году универ закончил? В девяносто первом Ты такую Анфису Кузнецову Не помнишь? Анфису? Ага А, хотя нет, подожди Тогда ее фамилия была Александрова А, так это Анька, наверное Ну, в очках такая С носиком, да? Возможно Хотя по паспорту она Анфиса Да точно, Анька Другой Александровой у нас не было Ну, и что ты мне можешь сказать? Да что сказать Барышня толковая была Аспирантуру закончила Потом в адвокатуре работала Я возьму Опять курить бросаешь? Да Ну, помню Ходил у нее Вроде в жениках Курсантик какой-то Из высшего командного училища Но Замужина вышла за другого Пацана родила А сейчас Насколько я знаю В разводе А что это так? Интересуешься, а? Ты знаешь Про нее больше найденного знает Ну, из ГУВД Они и подругами были Так что ты у нее Поинтересуйся Мам, тебя как будто обидел, да? Нет Неприятности на работе Не приставай А я знаю Как с этим бороться С чем? С неприятностью Ну, научи Помнишь, как мы с папой На чертовом колесе катались? Папа мне говорит Вниз, не смотри А я подумала Зачем мне тогда деньги За билет платили? И посмотрел Ну, и что ты там увидел? Все-таки мелкие Теперь, когда у меня неприятности Я подоножку поднимаю В самое небо И оттуда все, кажется Так ломил катались Люди, как никого Сводка по перехвату, Владимир Павлович Спасибо, Вить Есть видео Есть показания таксиста Ну, и что? Зашла в подъезд Услышала выстрелы Испугалась и убежала А так как домой было Возвращаться страшно Вернулась в ресторан Почему врет и отпирается Непонятно Женский характер Парадоксален по своей сути, Павлович А ты ищешь логику В поступках выпившей женщины К тому же еще и в стрессовой ситуации Одни инстинкты Никакой логики Инстинкты к делу не пришьешь Поехали по домам Я вторые сутки не сплю В ресторан она вернулась Чтобы обеспечить себе алиби А вот зачем, непонятно Вроде ничего не забыл А что, если она видела стрелявшего? Так надо бы за ней Посмотреть Дорогая Машенька, крепитесь Слово для прощания Предоставляется управделами Горадминистрации Председателю партии народовластия И близкому другу покойного Сергею Ивановичу Долинину Сегодня Мы провожаем тебя туда Откуда нет возврата Рано ты уходишь от нас, Паша Рано Много мы с тобой успели сделать Но еще больше сделать не успели Куля наемного убийцы Оборвала твой светлую жизнь Крепитесь, Машенька, крепитесь Машенька, крепитесь Ком aquele К dedi Продолжение следует... Машенька, крепитесь Рано Угод Равно Русский Компорт Компорт Расску Лучше Расску Кomic Расску ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Навестила могилу каких-то Чешковых или Чешковых и уехала на работу. Подожди, что значит навестила? По пути, что ли, зашла? Да нет, в том-то и дело, что ей это не по пути. На Вроньем давно никого не хоронят. Могила запущенная, но на могиле лежал букет роз. Очень дорогой и совсем свежий. Но явно, что сегодня положили. Может быть, сегодня годовщина какая-нибудь? Да это я первым делом посмотрел. Дату рождения и дату смерти. Нет никакой годовщины. На такой дорогой букет не поскупились, а ни ограб не покрасили, ни пыли, с креста не стерли. С Качельником вчера встречалась. Медик сказал, он большая шишка в прокуратуре. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Вчера она встречалась с Кочевниковым. Он ведет дело Башлыка. Так что, скорее всего, она сдала его. Откуда ты знаешь? Запись на автоответчике оставлена. Доля мне нужно исчезнуть. Спокойно. Держись руками за руль. Веди машину ровно. Это Диа Чех. Слышишь, не я. Я думал, сдала на тебя. Руки. Что ты делал в ее квартире? Ничего, жучок поставил. Так что, ты не звони туда Чех, слышишь? Не звони. Ищут они тебя. Доля, Доля сказал, живой-то ему нужен. Доля, 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 Доля. Познакомились они умятливо. Аньку туда воздели на каникулы, а он учился там до восьмого класса и жил у деда. А почему же все рухнуло? Его тогда послали в Казахстан служить, в какой-то дальний гарнизон. Она осталась в аспирантуре, за ним и поехала. А за ней стал ухаживать декан Кузнецов. Такой успешный, базантный. Со связями научных степеней. Ну, в общем, мать Аньки постаралась и удачно сосватывала Аньку за Кузнецова. А почему она бросила аспирантуру? А они тогда с Кузнецовым развелись. Он ее стал попрекать, мол, кем бы ты была без меня. И красный диплом. Благодаря мне и аспирантуре, и адвокатура. А она у нас девушка гордая. Видимо, психанул. А этот, Чешков, больше и не объявлялся? Знаешь, чего не знаю, того не знаю. То, что она комплексовала по поводу этой измены, это точно. После отвода даже хотела поехать к нему, найти его, но он пропал. Так и живет одна с сыном. Ну, ясненько, ясненько. Ладно, Володя, я побежала. Да, Викуль, ты у меня сережки забыла. Зайдешь или занести? Себе оставь. На память. Алло, привет, Кочевников. Свяжись с военной прокуратурой. Справку по Чешкову Константину Григорьевичу, 1969-го. Давай. Мам, ну, мам! Что? Мы куда? Кроссовки тебе покупать. Я что, последний урок в старых кроссовках досидеть не мог? Завтра едешь к дедушке. Куда? Я что, тихо говорю? Мне же еще до конца недели учиться. Миленький, ну, понимаешь, так надо. Ну, пойми, пожалуйста. Тебе там будет хорошо, у дедушки моторка есть. Он тебя по озеру будет катать. Ну, ну, что ты надулся? Ты не рад? На поезде поедет? Нет, тебя тетя Эля на машине отвезет. А ты? А я в командировку. Ну, я как только вернусь, я сразу тебя заберу. Алло, ну, договорились. Чешков Константин Григорьевич окончил училище в девяностом. Был направлен в восточный Казахстан. Текес. Текес какой-то. Главное разведуправление, спецназ, после распада СССР, горячей точки, Армения, Абхазия и т.д. В декабре девяносто пятого был командирован в Чечню, дослужился до майора. Владимир Павлович, можно? Да-да, входи. Тут очередная. Ага, оставь. В августе 2002-го в ходе боевой операции в Шатойском районе пропал без вести. Может, ее просто запугали? А у нее ребенок. Живет без мужа. Проще было бы ее убрать, чем запугивать, тебе не кажется? Ну, вот, она не пугается. Профессиональные киллеры свидетели не оставляют. Ну, почему же он, по-твоему, ее не убрал? Я думаю, они знакомы. И не просто знакомы. Он был уверен, что она его не выдаст. Садись назад. Ну, мам, не стереди хочу. Мать сказала, назад. Значит, назад. А когда город приедет, можно будет вперед пересечь? Посмотрим, как себя вести будешь. Все-таки я ничего не понимаю, а? Коленька, сынок, ну, не скучай. Дедушка тебя на лодке покатает, а я через неделю буду. Это дед нудный. Коль, у вас в семье все нудные. А что через неделю-то будет? Дай дожить. Ну, доживи, доживи. Эль, и позвоните, как приедете. Это Вася Вельский. Кличка Лохмач. Я его за ограбление на первую ходку отправлял. Между прочим, когда-то честью славы автозавода отстаивал. На международных ралли. Странгуляционная борозда свежая. Душили струной. Предположительно, с алмазным напылением. Такими мы обычно ампутируем конечности. Асфиксия? Нет. Может быть пытали. Смертью наступила от перелома шейных позвонков. Может его уже мертвым за руль посадили, а потом столкнули? Может быть, может быть. Ну-ка, ну-ка. Вот, пожалуйста. Анфиса Сергеевна, это опять я, Кочевников. На работе сказали, что вы отправились домой, так что, если вы дома возьмите, пожалуйста, руку. Нам надо поговорить. Анфиса Сергеевна, вы мне хрене симпатичны. Я не хотел бы разговаривать с вами, как фигуранткой в уголовном деле. Мне кажется, мы могли бы встретиться с вами, объясниться. Мы же коллеги. Рад, что вы пришли. Прошу. Ну, не пришла бы. Вызвали бы повесткой в прокуратуру. Или привили бы в наручниках. Я вас слушаю. Надеюсь, вы не думаете, что я пригласил вас в ресторан, чтобы предъявить обвинение. А вы меня пригласили, чтобы объясниться в любви? Смешно. Что будете пить? Кофе, пожалуйста. А коньячку? А как насчет применения психотропных средств при проведении допроса? О каком же допросе вы все время говорите? О том, ради которого вы меня с тобой позвали. Давайте. Коньячку. Давайте-ка выпьем с вами за шанс, данный нам Богом. Я лучше за родину выпью. Анфиса Сергеевна, в моем кабинете вы были бы уже не гостем, а свидетелем. Поэтому я и пригласил вас сюда. Свидетелем чего? И вам пришлось бы говорить правду или нести уголовную ответственность за недонесение по статье 19 УК. А на кого я должна донести? Анфиса Сергеевна, давайте договоримся так. Вы оказались в плохом месте, в плохое время. Видеозапись, показания таксиста, в тюрмашину вы сели рядом со своим домом, спустя три минуты после убийства, находится в моем сейфе. Мне кажется, вам есть, что рассказать. Ну, хорошо. Тогда по порядку. В тот вечер я была сильно расстроена. Эль обещала познакомить меня с Эдиком, но он оказался не в моем вкусе. Меня никто не приглашал танцевать. И вы в том числе. А вы берете во внимание личный мотив или он кажется вам неубедительным? Продолжайте, продолжайте. Угу. Поэтому от отчаяния сильно напилась и уехала домой. В подъезде я услышала крик и какой-то шорох. Потом мимо меня кто-то пробежал. Кто это был? Не знаю. Там было темно. Я поднялась на этаж, увидела трупы, сильно испугалась и убежала. И вернулись в ресторан. А что здесь такого? Ну, ведь вы были свидетелем преступления. Я не понимаю, что вы хотите от меня. Да я помочь вам хочу. Почему вы вернулись? Почему вы убежали? Почему вы наврались с Трикорова? А я вам уже объяснила. Я была пьяна и сильно испугалась. Это ваша вещица. Откуда у вас это? Обнаружили при обыске трупа. Вы сказали, у трупа. У чьего трупа? Трупа вора рецидивиста Увельского. По кличке Лохмач. Мы обнаружили его в заброшенном карьере. Что ж его убили из-за этого медальона? Скорее из-за человека, запечатленного на вход. Мы с ним не виделись и очень давно. Неужели? Мне не нравится, когда меня подозревают во лжи. Вот вы и не лгите. А я не лгу. Мы не виделись с ним 15 лет. Десять. Десять лет. Анфиса Сергеевна, в последний раз вы виделись в августе 96-го, когда он приезжал в краткосрочный отпуск. На похороны своего отца. Григорий Авдеевич Чешкова. Если вам нужны доказательства, у меня есть справка из архива главной военной прокуратуры. Ну, допустим. И что из этого? А из этого следует, что вы лжете. Вы не имеете права. Имею. Имею, потому что я расследую преступление, предусмотренное 102-й статьей Уголовного кодекса. Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. И в достижении его раскрытия я имею право на все. На все, что не запрещено законом. Мне нужно знать, кого вы видели вечером 12-го в 22.15 в подъезде вашего дома. Я никого не видел. Вы идите к черту. Стойте! Убийца должен был выстрелить в вас. Они не оставляют свидетелей. Прошло много лет. Вы оба сильно изменились. Он из юноши, почти мальчишки, стал матерым профессионалом убийцей. Побывавшим во всех горячих точках, дважды раненым, бежавшим из плена. Вы из юной, восторженной девушки превратились, простите меня, в психопатку. И несмотря на прошедшие годы, на темноту в подъезде и вашу близорукость вы узнали друг друга. Чушь! Но он не выстрелил. А ведь вы могли выдать его, вы могли назвать его имя, показать фотографии. Он рисковал быть арестованным на следующий день. Пустите меня, мне больно. Я хочу… Знаете, почему он не выстрелил? Знаете, почему? Заткнитесь! Нет, его сдержал инстинкт. Заткнитесь! Он не мог, не мог стрелять в мать своего ребенка. Нет! Нет, это подло! Вы не имеете права! Да успокойтесь вы, черт бы вас! Ложь! Вы лжете! А в чем ее ложь? В том, что ваш сын… Замолчите! Граждане, что здесь происходит? Выйдите, прошу. Прошу вас, выйдите. Просьба вести себя немного потише или мы вызовем охрану? У нас все в порядке. Спасибо. Сядьте! Да сядьте вы! Ваш сын родился в мае. Через девять месяцев. После вашей последней встречи с Чешковым. У моего сына есть законный отец. У Кузнецова не могло быть детей. К тому времени вы уже четыре года прожили вместе. И он неоднократно обращался в клинике по поводу лечения мужского бесплодия. И он знал, что сын не от него. Поэтому вы и развелись. Так? Зачем вы лезете в мою личную жизнь? Вы же юрист. Вы прекрасно знаете, чем вам грозит дача ложных показаний. Анфиса Сергеевна, я прошу вас, успокойтесь и подумайте. Я не могу. Отлично! Я... А... А... А? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Голос. Голос, помоги мне. Мне очень страшно. Где вы? На небесах. Чего вы боитесь? Я не знаю. Это связано с убийством Башлыкова? Да. То есть, нет. То есть, да. Откуда вы знаете? Это не сложно, Анфиса? Мы закончили на том, что к вашему подъезду подъехал Башлыков. Судя по сообщениям в прессе, его не стало через минуту после того, как вы прервали со мной связь. Я сейчас брошусь вниз. Подумайте о тех, кто вас любит. Я стараюсь, но у меня не получается. Наверное, меня никто не любит. Так с вами уже было? Я не знаю. Вспомните. Я не могу. Тогда я не смогу вам помочь. Да. Да. Конечно же. Конечно же, со мной так было. Конечно же. В детстве. В детстве. Мама меня возила в Мятлево. К своим родственникам. Там, возле руин старого монастыря была водяная мельница. Старая. Говорили, что ей и монастырю пятьсот лет. Так вот, там был тоннель. А от мельницы под рекой. И мы по нему лазили. Там было очень сыро, темно и страшно. Но когда ты подползаешь к выходу, возникает огромная дыра, полная светом, то чувство страха сменялось ощущением полного счастья. И вот однажды, когда я была в центре туннеля, деревенские мальчишки, они закрыли щитом выход. Я ползу, ползу, а Света нет. Я кричала, звала на помощь, но никто не слышал меня. И тогда я почувствовала себя подременной заживо. Что общего между вашим состоянием сейчас и тогда? Ощущение пустоты и отчаяния. Когда нет света в конце тоннеля. Мельница. Меня спас мальчишка. Он бросился на моих обидчиков. Их было трое, а он один. Его били, но он не отступал и прорывался к люку. И спас меня. А потом? Вы встречались с ним потом? Да. Он однажды подарил мне букет цветов. Желтые. Розы. Пожалуйста, хватит на сегодня. Не надо больше. Я спешу. О, нет. Хватит. За... �arnos. Уг 92-5-5-5-8-5-48-8-255. Рgemibo трудно выстрелеть 이거. И в ближайшем全ек. Алло, алло, Элли, ты можешь ко мне приехать? Нет, мне нужно немедленно. Прямо сейчас бросай все и приезжай. Вроде того. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Мне нужны ближайшие электропоезда в направлении станции Никольской. Затем я остановлюсь. 16-08, 17-45, не останавливайся, Дьякова. 18-30, 21-01. Смотри, котелка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто там? Входи. В чем дело, подруга? Раздевайся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тени жаркого лета, тихие берега. Прокуратура Кочевников. Послушайте, вы! Следопыт-самоучка, а вы что? Вы решили взять меня измором? Во-первых, Анфиса Сергеевна, что за тон? Во-вторых, я не самоучка. Тогда уберите своих шпионов. Они очень плохо делают свою работу. Каких шпионов? Так неотрывно следят за мной. У вас ордер есть? Я вас уверяю, никакого наружного наблюдения мы за вами не ведем. А джип? Джип возле моего подъезда. Да я вам честное слово даю. Звонил Кузнецова. Утверждает, что мы ведем за ней наблюдение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто приказал следить за Кузнецовой? За какой еще? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Большой-большой-маленький мир. Беги, пока хватит сил. Большой-большой-маленький мир. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Франшиза Сергеевна, это кочевника. Откройте, пожалуйста, дверь. Если вы не откройте, я ищу, что с вами что-то случилось. Я вызову понятых и взломаю ее. Будьте добры, откройте, пожалуйста, дверь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боже мой, какие люди и без охраны, а? Здравствуйте. Аня нет. Она, знаете ли, взяла отпуск за свой счет и уехала в неизвестном направлении. Все сказали? Все что? Может, в квартиру пригласить? Да зачем? Да поговори, по душам. Здравствуйте. Мне нужны ближайшие электропоезда в направлении станции Никольской. За всеми остановками. 16.08, 17.45, не останавливается в Дьяково. 18.30, 21.01. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну, дверь-то откройте. ЗВОНОК В ДВЕРЬ А вы кто? Я – Ведведь. Да? Тогда я – Маша. Что-то я не поняла, у вас что, есть право вылавливаться в чужие квартиры? Во-первых, для вас эта квартира такая же чужая, как и для нас. Так. А во-вторых, пока мы никуда не вылавливаемся. Выгоню, секундочку. Ну, архаровцами оказались охранники Чоба. Боготырь. В машине приемник прослушки. У нее в телефоне жучок стоит. Вот. Последний разговор. Так. А почему ее интересовали только поезда со всеми остановками, а не просто Краснодольская или Никольская? А может, она догадывалась о прослушке? Вот что. Привези-ка мне расписание поездов на Никольской. И пройдись по кассам. Покажи им ее фото. Там возьмешь, на шкафчике стоит. Может быть, кто-то из кассиров вспомнит, до какой конкретно станции она брала билет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Костя! Ты здесь? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Костя! 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Костя? Костя! КОНЕЦ Двадцать четыре станции через четыре зоны Никто из пяти кассиров ее не опознал Мятлева, Мятлева, что-то знакомое, Мятлева Ее университетская подруга говорила, что познакомились они в Мятлева Черт, чехродом из Мятлева, сколько туда по шоссе Часа полтора Давай, медведь, поднимай людей Угу Я знал, что ты придешь Ты давно здесь? Третьи сутки Почему ты меня не разбудил? Зачем? Ты очень красиво спала Я искала тебя Мне сказали, что ты без вести пропал Тебе сказали правду Где ж ты был? Скитался в поисках смерти А я? А Колька? Лучше бы все это был сон Я не предавала тебя Я... Конечно, я виновата Я взяла, я все сломала И просто прошла Не заметила Светлячка И наступила на него Я тебя не виню А зачем ты Людей? Анфиса, все гораздо сложнее Ну, расскажи мне Меня ищут не только менты Что? Что? В 2002 году я ушел из армии Устроился работать телохранителем Однажды я сопровождал курьера В вагоне СВ мне капнули в чай снотворного Когда я проснулся Курьер был мертв А дипломат с бумагами исчез А в бумагах что? Там были схемы движения денег Очень солидных людей Каких денег? Десятки миллиардов в валюте Название подставных ферм Фамилии высокопоставленных лиц Списки Недвижимости ее владельцев Все эти годы Ты искал этих людей Я исправлял свою ошибку Как? Ты знаешь как Анфиса Я палач и смертник в одном лице Бедный Бедный мой Анфиса Не надо, не надо Господи, а что же делать? Рано или поздно они убьют меня Здесь В тюрьме За границей Нет Нет, Костя, нет Я тебя нашла Они Они вычислили нас Ты помнишь наш тоннель? Я посмотрел его Он остался таким, каким был А потом я спрячу тебя и добьюсь оправдания Я же адвокат Я использую все свои связи Я бы Анфиса Я всегда любил только тебя Давай лезь, а я за тобой Давай, давай Давай быстрее Фонарь возьми Костя Костя, не надо Костя Костя Сама уходи Костя, открой Костя Добрый сын, не уходя сыном убитцы Я следователь прокуратуры Кочевников. Чешка, мы знаем, что вы здесь. Вы окружены. Сопротивление бесполезно. Отпустите женщину! Открой! Он поджег тебя! Себя ей! Палаться не надо! Уже ничего не поможет! Там, наверное, бензин! Палаться! 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Да. Это голос. А это вы меня привезли? Да. Господи, а как же вы нашли меня? Это не сложно, Анфиса. В мире осталось не так много водяных мельниц, которым пятьсот лет. А мы с вами так и не увидимся? Нет. И не будем друг другу звонить. Почему? Потому что я вам больше не нужен. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok